Привет! С вами Тору, вы на канале Анисанрайз, и мы продолжаем узнавать всё больше и больше о рун. Интересно, что за... что же Херсван имел в виду? Понятия не имею. Рун. Девушка с историей. Наверное, мы откусили куда больше, чем могли проглотить. Но нам ничего не остаётся, кроме как пойти в таверну в то время, которое дал нам Херсван. Как думаешь, может нам сходить в таверну до того и расспросить всех? Ну, а почему бы и нет? Прости, я просто не могу сидеть на месте. Да всё хорошо, я всё понимаю. Пойдём-ка, зададим людям несколько вопросов. Может мы даже встретим тех, кто знает Альбаса лично? Ага. Боже мой, сейчас ведь так рано. А это место уже такое шумное. А вот я думаю, что шум это хорошо. О, девочки, вы вернулись. Я так рад, что вы снова у нас. Вы ведь как два красивых цветочка, украшающих нашу таверну. Ам, вы нас помните? У вас хорошая память. Но как же иначе? Такие красотки, как вы, настоящая редкость. Как я мог забыть? Эй, послушайте-ка. Мы принимаем последние заказы. Никаких новых заказов больше не принимаем, поняли? А, блин, простите, девчат. Вы пришли сюда, проделали нелёгкий путь. Они, судя по всему, начинают подготовку к вечерней работе. Да нет, мы, собственно, не за едой сюда пришли. Мы хотели спросить кое-что другое. Эм, может, вы знакомы с человеком по имени Альбас? Альбас? А, вы имеете в виду Альбаса Фолстера? Конечно, я его знаю. Он один из завсегдатаев. А могли бы вы рассказать нам, как он выглядит? Ну, он тихий, интеллигент, среднего возраста. Но у него очень осторожный ум. Но у него очень острый ум. А ещё он занимает руководящую должность в Жевиц, насколько я помню. Он уже не так часто сюда приходит, как раньше. Но если придёт, то садится вон за тот столик. Договаривая, официант указал на него. Хорошо. Моя благодарность за информацию. Да уж, этот парень. Вот, значит, как оно. Так получается, это всё было показухой? Вот, блин, ловелас. Сразу две красотки, чёрт! Да в смысле? Какого чёрта? О чём этот парень вообще думает? Внесу для ясности. Это не то, что вы там себе навоображали. О боже, мы просто ищем человека. А ваши комментарии? Ритона, твоё лицо меня пугает. Хорошо. Что теперь будем делать? У нас есть свободное время до ночи. Ритона, смотри, там! Рун? Доброго дня, мисс Сельфина и мисс Ритона! Мои волосы встали дыбом. Твоё лицо... Оно такое... Такое... Глаза такие безжизненные, кстати. Безжизненные... Она не то, чтобы не выражала эмоций. Просто казалось, что всякая жизнь исчезла с её лица. Не могу точно объяснить. Она словно была просто марионеткой. Очень жутко. Она вообще живая? Я искала вас обеих. Я искренне извиняюсь за невозможность встречи... Встречи с вами в указанное время. Голова Рун совсем не двигалась. Ни единой эмоции не проскользнуло на её лице. Рун, что случилось? Это седимент, который... Мастер Руда хотел вручить вам ранее. Откровенно говоря, я должна была подарить вам его лично. Я была бы очень рада, если бы вы приняли его. Да к чертям этот камень! Что с тобой произошло? И кто вообще этот Руда? Мастер Руда, мой владелец. Говоря эти слова, Рун едва заметно улыбнулась. Хоть это и улыбка, но в сочетании с безжизненным лицом какой-то тихий ужас. Владелец? Почему ты относишься к себе как к вещи? Люди не должны так себя воспринимать. Я не личность. Я всего лишь вещь. Немедленно отвечает Рун. Её голос ни капли не дрожит. Что, черт побери, ты говоришь? Тебя Руда так запугала, что ты слово против не вставишь. Мастер Руда не делал мне ничего плохого. Он никак не запугивал меня. Я по своей воле прислуживаю мастеру Руда. А также, я разговариваю с вами тоже по своей воле. Не, ну лицо Рун, конечно. Это что было? Будто бы слабый намёк на эмоции вновь проступил на лице. Быть не может. Я ни за что не поверю, что ты можешь делать это по своей воле. Миледия? Ну же, расскажи нам, пожалуйста. Мы ведь можем тебе помочь. Мы же друзья, правда? У меня больше нет разрешения на вступление в дружеские отношения. И моё имя Сара. Я искренне извиняюсь за то, что назвалась тем именем в нашу первую встречу. Хоть это и неудобно, но я попрошу вас обращаться ко мне по этому имени. Впрочем, сомневаюсь, что мы вообще встретимся вновь. Сказав это, Сара опять склонилась и буквально сконструировала на лице искусственную улыбку. Нет, да как же. Искусственная. Да, подходящее слово. Меня всегда это дёргало с самой нашей первой встречи. Очень часто она делала странные, неестественные поступки. Будто бы каждый её шаг был рассчитан. Все её действия были искусственны. Произведены. Будто бы она думала над каждым верным ответом. Над каждым верным выражением лица. Над каждым взаимодействием. Я должна приступить к... Я должна приступить к своим обязанностям. Так что, если вам больше нечего мне сказать, то удачного вам дня. Что? Подожди секундочку. Рун, то есть Сара, да? Позволь мне кое-что сказать. Что бы ты... Что бы ты там себе не думала, Сельфина. И я считаю тебя своим другом. Сара уже уходила от нас, но моя фраза её остановила. Если тебе нужна помощь, тогда мы сделаем всё, что в наших силах. Посему позволь мне тебя ещё раз спросить. Удерживают ли тебя против твоей воли и заставляют ли тебя работать? Или это потому, что ты очень уважаешь этого... Человека по имени Руда? Возможно, на неё были свои причины. Те, которые она не могла рассказать другим. А может, эти причины просто не поняли бы люди? Здесь она предположительно по своей воле. Но, как и сказала Сельфина, это просто не может быть правдой. Впрочем, люди тоже имеют право на отказ в контакте с другими. Если она на этом так настаивает, тогда мы немного ограничены в наших способностях. Если ты больше не хочешь, чтобы мы вмешивались, то... Мисс Ритона. Она перебила меня. Я полагаю, что вы кое-чего не поняли. Когда молоток используется по предназначению, разве он задаёт вопросы о своей судьбе инструмента? Он проклинает судьбу? Меня не заставляют работать против моей воли? Я ещё раз объясню всё подробно, чтобы разрешить все недосказанности. Люди – это существа, которые имеют права, которые дают права и которые получают от прав выгоду. А вот я, не имеющий разрешения, не имею и права на отказ в общении с людьми, как вы сказали. Аналогично, у меня нет права уважать мастера Рудоа. Всё потому, что я объект. Вещь. Сара продолжала говорить, словно бормотала какую-то мантру. Как можно говорить такие грустные, такие печальные вещи без эмоций? Эта девушка уже не является той Румы, которую мы встретили вчера. Что же, удачного дня. Что же могло случиться? Как же личность может претерпеть такие значительные изменения? Глаза Сельфины затуманились. Миледи? Я... я сейчас, наверное, немного злая. Это зашло уже слишком далеко, и мне хочется подробнее разобраться во всём, даже если она начнёт нас ненавидеть. Всё же, она просто высказала нам свою точку зрения. Если вы продолжите попытки связаться с ней, то просто вызовите у неё ненависть и презрение к себе. Да нет, я не про то. А, ну... Ты тоже это упоминала? Рунана или Сара? Было ли её милое, весёлое поведение вчера просто притворством? В чём я уверена точно, так это в том, что я хочу узнать правду. Но в то же время, я хочу узнать больше об этой стране и о внешнем полюсе. Я хочу узнать, практикуется ли здесь рабство, или имеются ли случаи другой дискриминации. А ещё, хочу понять, почему я внезапно захотела всё это знать? Сельфина. Вы думаете, что... Что мы можем просто принять любую дискриминацию? Фанатизм, бедность, война. Эти понятия, по большей части, были убраны из жизни Рузенхайда. Когда речь заходит о рабстве, даже учитывая наше знание о его причинах, наш менталитет отказывается его принимать. Неважно, Ритона. Даже если мы ничего не сможем изменить, сначала нам нужно лучше понять ситуацию. Либо ничего не изменится вообще. Глаза Сельфины, смотрящие вслед ушедший рун, были наполнены таким достоинством, которого я ещё никогда не видела. Ночью. После того, как Сельфина уснула, я выскользнула из гостиницы и направилась в одно место. В таверну, что ли? Я ухватилась за одну интересную информацию. Из разговоров узнала, что есть кладбище около Моношахт на окраинах города. Неподалёку от того места, куда нас с Сельфиной забросила интерференция. И на том кладбище похоронена рун, выходит, да? Ну, то есть настоящая рун. После приблизительно 10 минут пути, считая от выхода из леса, я наткнулась на что-то очень похожее на кладбище. Это место, похоже, очень хорошо обслуживается. Всё выглядело довольно прилично. Кладбище в середине леса, да ещё и глубокой ночью. Страшновато, ничего не скажешь. Густой туман добавился к нежеланной зловещей атмосфере. Что же. Я открыла ворота и достала заметку, которую дал мне трактирущик. Рун Жевиц. На записке было имя рун, написанное на их языке. Теперь мне нужно перерыть это место, чтобы найти гравюру, соответствующую этим знаком. По крайней мере, я точно могу быть уверенной, что рун или не рун, младшая сестрёнка уже в лучшем мире. Прошло 20 минут. На это кладбище довольно большое. Из-за тумана мне сложно сказать, насколько далеко я от входа. Но совершенно очевидно, что оно действительно огромное. Чёрт. Вот только дождя ещё. В ритоне не хватало. Как блин вовремя. На первый взгляд, я не исследовала и третье этого места. Ну правда, это кладбище. Смехотворно большое. Тут что, все мертвецы Кадзи похоронены? В любом случае, нельзя, чтобы погода мне помешала. Нужно поторапливаться и проверять оставшиеся могилы. Уф. Не прошло и пяти минут, а моросящий дождь превратился в ливень. Дождь вымочил мой плащ и пальто. И пробрался прямо до кожи. Шастать тут не самая лучшая идея. И пока я искала место, где бы спрятаться от дождя... Да вы тоже видели эти глаза. Я не могу сдвинуться с места. Вы ищете надгробие госпожи Рун? Я даже сказать ничего не могла. Волосы у меня стояли дыбом. Я не расслаблялась ни на секунду. Я была готова кастовать монокрафт, если бы дело приняло скверный оборот. И всё же... Ты... Нет, что более важно... От неё не исходило чувство присутствия, как и в тот раз, когда мы впервые встретились. А ещё... Её глаза. Это девушка. Да... Да... Да кто? Что ты такое? Лицо Сары оставалось бесчувственным, а дождь продолжал безжалостно стучать по её лицу. Я изо всех сил старалась держать свои глаза открытыми, но... Глаза Сары даже не моргнули. Вы не найдёте здесь надгробие госпожи Рун? Почему? Ты и есть Рун? Кто знает? То есть, возможно, Рун та, которая умерла, а не провели какой-то эксперимент, и... Получилось Сара? Кто знает, что ты несёшь? Эта собственность принадлежит корпорации Жевец. Здесь нельзя находиться. Мистери Тона, я надеюсь, что вы понимаете, в какой ситуации оказались. Её голос звучал мягко, но в нём чувствуется твёрдость. Пожалуйста, не тревожьте мастера Руда или корпорацию Жевец. Покиньте этот город как можно скорее. Теперь же... Я изволю откланяться. И с этими прощальными словами Рун исчезла в лесу. Но она вроде бы только что была со мной. Но мне казалось, что я на секунду заметила жуткую маску одиночества на её лице. Кого же я встретила прошлой ночью? И у Рун нет надгробия? Почему? Потому что Сара и есть Рун? Нет, жители города говорили, что Рун погибла. Чёрт возьми. Чем больше я думаю об этом, тем запутаннее всё становится. Так всё и случилось? Ясно. Вот бы я там была... Сельфина явно высказала своё недовольствие этим тоном. Я тоже хотела мимо... Я тоже хотела мило поболтать с Сарой. Мои извинения, но уже было так поздно. И если бы вы не выспались, тогда... Монашок мог... Я правда так хотела мило побеседовать с Сарой. Она надулась. Простите меня. Я больше не буду... Своевольничать. Примите мои извинения. Что бы мне сделать? Сельфина продолжала глядеть на меня. Я не думала, что это так её расстроит. Ну что же, тогда я запомню. И, как говорится, приму эту фразу. А, припомню эту фразу. Хорошо? Ам, понятно. Знаешь, Ритона... Я понимаю, что практически бесполезно. Да вовсе нет. Нет-нет, всё в порядке. Я не пытаюсь себя как-то принизить или сделать что-то... Сделать ещё что-то. Это просто факт. Я не так умна, как ты. И я не умею пользоваться батлкрафтом. И если что-то произойдёт, я могу стать обузой для тебя. Но знаешь ли, в эти времена я должна быть с тобой. Эм, что ты имеешь в виду? Ритона, ты всегда лезешь в самое пекло, чтобы защитить меня. Если я скажу тебе прекратить, это не сильно поможет. Если бы это был Рузенхайт, мы могли бы просто заменить тебя кем-нибудь. Но сейчас-то мы только вдвоём. В настолько далёком месте. Будто мы на другой планете. Путешественницы, пытающиеся вернуться домой. Сейчас твой долг – это убедиться, что я вернусь в Рузенхайт в целости и сохранности, так? Да. Но если с тобой что-то случится, я же одна никак не выберусь. Так что, давай, если уже рисковать, то вместе, хорошо? И если что-то случится, то не будет никаких обид. Если же нет, тогда я… Я хочу, чтобы мы были в равном положении. Это не приказ, но просьба твоей подруге. Я такая дура. В данный момент, в данной ситуации, мы должны действовать как одно целое. Это же так очевидно. Мне так жаль. Обещаю тебе, на этот раз мы на равных. Ура! Несмотря на мои речи о том, что я ставлю её мнение превыше всего, я всё равно… Я всё равно относилась к ней как к ребёнку. Такое ощущение, будто пелена с глаз упала. А теперь я хочу кое-что предложить. Хм, предложить? Конечно. Так вот, я тоже хочу попробовать Монокрафт. Чего? И на этом, ребят, мы эту серию закончим. Спасибо за просмотр. И пока!